Доброе утро! Да, крымчане и туристы с нетерпением ждут наступления лета, чтобы насладиться долгожданным отдыхом, теплом и, конечно, купанием в море. Сегодня в Керчи есть шесть официальных зон, где люди могут безопасно погружаться. Готовить их к купальному сезону начинают уже сейчас, в феврале. О том, как идут работы по благоустройству пляжных зон, нам сегодня расскажет Анатолий Красников, пользователь городского пляжа и пляжа в поселке Геройска. Анатолий, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, все-таки благоустройство пляжа – это только какой-то сезонный период работы или все-таки круглый год нужно за ним следить? Я вам скажу так, что мы следим за пляжными территориями круглый год, потому что у нас есть и вне сезона люди приезжают на пляжные территории, посещают, отдыхают, наслаждаются панорамами, пейзажами морскими, дышат свежим морским воздухом. Поэтому также у нас бывают шторма, ураганы, которые приносят нам, могут вынести на берег и ветки, палки. Мы это все убираем непосредственно. Сейчас уже в январе месяце наш отдел туризма при администрации ведет с нами работы по разъяснению и уведомлению нас информацией, ведут контроль по перечню подготовки пляжных территорий. Что включает в себя? У нас получается первый этап, мы заключаем договора на водолазное обследование, на акваторию, заключаем договора на вывоз мусора, на вывоз жидких бытовых отходов, на завоз воды. Также первый этап при открытии пляжной территории включает в себя подготовку и заключение договора на инструментально-лабораторные анализы воды, грунта. Первый этап включает в себя подготовка пляжной территории для открытия. И дальнейший договор мы заключаем, это наше федеральное бюджетное учреждение, ФБУС наш, Керченский, с которым мы дальше заключаем договор по нашим лабораторным и субментальным исследованиям в рамках производственного контроля воды, почвы, проводится мониторинг каждые 10 дней во время купального сезона. Также мы обеспечиваем сейчас в центре занятости, у нас есть вакансии, мы выдвинулись на вакансии, нам нужны матросы-спасатели, мы проводим обучение. Мы пытаемся создать максимально комфортную инфраструктуру пляжных территорий для того, чтобы наши гости города, наши жители могли комфортно отдыхать, перебывать на наших пляжных территориях, которые должны включать в себя, я как пользователя пляжа, это что входит в нас? Это благоустройство пляжных территорий. Благоустройство пляжных территорий подразумевает под собой создание доступной и максимальной инфраструктуры для того, чтобы люди, которые отдыхают, перебывают на пляжных территориях, могли получать полноценный комплекс услуг, не покидая территории пляжа. Это кабинки для переодевания, это душевые, это туалеты, это пункты общественного питания, это доступ свободный к приобретению напитков, воды. Также у нас есть теневые зоны, есть теневые зоны бесплатные, платные, это теневые нависы, теневые грибки, у нас прокат шезлонгов. Также у нас мы на себя взяли инфраструктуру по развитию, вот есть такая у нас сфера, скажем так, социальная, которая включает в себя бесплатное представление шезлонгов и ветеранам войны Великой Отечественной, малогабаритные группы населения. У нас есть свободный доступ, создаем для них для того, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться по пляжной территории. Также у нас многодетные семьи пользуются 50% скидками касаемо аттракционов, и дети-сироты пользуются бесплатными аттракционами. Ну, как вы думаете, каким будет купальный сезон этого года? Мы, конечно, надеемся на то, что у нас будет сезон хороший, потому что у нас открылось еще железнодорожное сообщение, опустили ветку, поэтому мы готовимся. Готовимся и пытаемся сделать максимальную инфраструктуру для качественного перебывания наших туристов на наших пляжных территориях. Анатолий, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию, мы были рады вас видеть. Я желаю вам успехов в вашей работе и надеюсь, что туристов в этом году у нас будет в Керчи много. Спасибо вам огромное, будем стараться. Да. Я напоминаю, коллеги, у нас сегодня в гостях был Анатолий Красников, пользователь городского пляжа и пляжа в поселке Героевская. К этому часу была вся информация, вам слово.